Всем привет! Сегодня я буду делать для вас очень запрашиваемое видео в последнее время, а именно видео, которое будет рассказывать все о моих волосах. Чем я их крашу, как я за ними ухаживаю, как я укладываю, в общем-то, что я с ними делаю. Все расскажу вам в этом видео. Думаю, оно будет достаточно длинным, поэтому давайте не терять время, а сразу приступать. Логичнее всего для меня начать объяснение с типа моих волос, потому что если у вас тип волос совершенно другой, то все, о чем я буду рассказывать, в принципе, не имеет особо смысла для вас, потому что вам, скорее всего, этот уход не подойдет. Но если вы в моем описании найдете свой тип волос, то я думаю, это видео для вас будет очень полезным. По своей текстуре у меня очень прямые, тонкие волосы, которые не имеют абсолютно никакого естественного объема, и когда я с ними абсолютно ничего не делаю, они лежат вот так очень-очень прилизанно к голове. По своим характеристикам у меня очень-очень сухие волосы, и настолько сухие, что всегда абсолютно любой уход я выбираю максимально увлажняющий, максимально питательный. Иначе, если я не использую такой уход, у меня волосы очень быстро сохнут, и очень быстро кончики начинают сечься. Что касается окрашивания, то это, наверное, первостепенная причина сухости моих волос. До недавнего времени я красила волосы краской L'Oreal L'Oreal, это профессиональная линейка L'Oreal, и использовала с этой краской их же окислитель. Оттенок этой краски я использовала 9.12, и с этим оттенком вы меня могли видеть до Нового года. То есть вот тот вот блонд, который вы видели, который тоже многим из вас нравился, он был достигнут именно конкретно этой краской. Она разводится 50 граммов краски, там тюбик идет 50 граммов, на 75 граммов окислителя. Цвет очень мне нравился. Огромное спасибо моей подруге Лене. Она парикмахер, и она всегда мне советует по оттенкам, по краскам, что мне лучше подойдет, что мне лучше выбрать. Короче говоря, все, что она мне советовала, всегда очень хорошо мне подходило. И, кстати говоря, в рыжий я тоже красилась по ее рекомендациям, и до сих пор на мои старые видео приходят комментарии с вопросами о том, чем я красилась. Так вот, если вы хотите именно конкретно очень светлый пепельный блонд, я вам очень рекомендую эту краску. Единственный ее минус, она конкретно сушит волосы, потому что окислитель там 9%, и у меня через полугода волосы вообще очень сильно начали ломаться. И, скорее всего, я так думаю, что из-за нее, потому что каждый раз, когда я красила волосы, очень они сильно сухими выглядели, начинали они становиться такими безжизненными, и пропал у них этот блеск такой красивый. Поэтому я задумалась над тем, чтобы поменять краску на что-то более щадящее. И я решила попробовать L'Oreal Enoa. Enoa это безаммиачная краска, тоже профессиональная линейка. Она разводится один к одному, то есть там тюбик, по-моему, 60 граммов, и 60 граммов нужно окислителя. Окислитель там разделяется на 3 ступени, есть 3%, на 6%, на 9%. Чем темнее у вас волосы, тем больше процент нужно. У меня волосы, я бы сказала, такие темно-русые, такой вот у меня естественный серый мышиный цвет. Я бы сказала, и шестерки мне вполне хватило для того, чтобы добиться вот этого цвета, который вы сейчас видите на мне. Этот цвет закомплиментировали просто все. Я столько комплиментов по цвету своих волос никогда в жизни не получала. Всегда, когда я встречаюсь с друзьями, когда меня кто-то видит, кто меня давно уже не видел, все говорят о цвете моих волос. Всем он безумно нравится. В общем-то, если вам этот цвет тоже нравится, то тоже это оттенок 9.12, только уже линейка Enoa. Как мне кажется, эта краска мне подошла намного больше, потому что после покрашивания я вот так вот даже проводила по своим волосам, и я чувствовала эту гладкость просто безумную. После покраски у меня еще никогда не было настолько приятного ощущения в волосах. Меня это безумно порадовало. Правда, Enoa я красилась только один раз пока, и красилась я до Нового года недели за две. И тоже сразу же хочу вам сказать, пока не забыла, конкретно Enoa в моих волосах вымывается намного приятней. То есть вот сейчас вы видите результат месячной давности покраски. То есть она вымывается очень постепенно, и вот эта вот желтизна такая противная не появляется настолько быстро. То есть вот сейчас уже месяц прошел, а мои волосы все равно вот такого вот пепельного оттенка. Enoa делает оттенок темнее, то есть это более такой русый пепельный оттенок, тогда когда Loa Color делает больше именно блонд. Поэтому в зависимости от того, что вам больше нравится, выбирайте, соответственно, краску. Уход в любом типе волос это самое, наверное, главное. И я давно уже для себя поняла, что мне нужны максимально увлажняющие средства, потому что если я выбираю что-то такое light вариант, то мне этого недостаточно. Сейчас вот все те средства, которыми я пользовалась, и я сейчас расскажу о текущем уходе, то есть что конкретно сейчас я использую, и также я упомяну те средства, которые мне очень понравились в прошлом, которые я использовала, потому что они заслуживают внимания однозначно. Сразу сделаю оговорку, что благодаря уходу, который я сейчас использую, и благодаря уходу, который я использовала некоторое время до этого, мои волосы абсолютно перестали сечься, то есть я иду в парикмахерскую только из-за того, что меня уже не устраивает, как лежат у меня волосы, то есть отрастая челка, я не знаю, просто я начинаю уже лохматиться, и хочется подстричься, а не потому, что мне уже просто надо стричься, как это было раньше, потому что раньше стоило мне, не знаю, месяца два не пойти в парикмахерскую, и у меня вот уже вот столько где-то волос, настолько безжизненно выглядели, настолько сухо и как-то противно даже выглядели, что мне срочно уже надо было бежать в парикмахерскую. Сейчас же кончики волос в очень хорошем у меня состоянии, мне тоже кажется, что мои волосы стали намного больше блестеть, они намного более живыми выглядят, и давайте сейчас сразу расскажу, что конкретно сейчас я использую, уже достаточно длительное время, может быть последний месяц, может даже больше, чем последний месяц. Что касается шампуня, то сейчас я пользуюсь вот таким вот, это бренд White Mandarin, это органический бренд, и кстати говоря, производство они держат в Украине, сначала я довольно скептически относилась к этой марке, но почитав больше информации о них, я узнала, что это действительно сертифицированная органика, у них есть все нужные там сертификаты, в том числе сертификаты Кассерт, что касается конкретной линейки шампуня, то у меня это укрепление и рост, и мне абсолютно все в этом шампуне нравится, за исключением одной такой маленькой детали, это то, что он очень плохо пенится. Это, скажем так, проблема в кавычках, для практически всех органических шампуней, и эта проблема усугубляется, если у вас достаточно длинные волосы. Вот сейчас у меня, мне кажется, достаточно все-таки длинные волосы, поэтому с этим шампунем приходится довольно много повозиться, и расход у него просто бешеный. Баночка довольно небольшая, здесь 250 миллилитров, но хватит этой баночки вот на мои волосы, это максимум на месяц. Если у вас еще более длинные волосы, то еще, естественно, на меньше его хватит. Также я пользуюсь этой же маркой бальзамом. Бальзам у меня из другой серии, это увлажнение и защита. Вот бальзам мне безумно просто нравится, у него ощущение очень дорогого, люксового бальзама. Очень-очень классный бальзам, после него волосы мягкие, приятные, послушные. У меня от этого бальзама волосы перестали ломаться, в принципе, и сейчас вот я полностью уже избавилась от этой проблемы. В общем-то, и одно, и второе средства мне безумно понравились, и я с удовольствием продолжаю ими сейчас пользоваться. До того, как я начала пользоваться маркой White Mandarin, я очень долгое время пользовалась шампунем и маской от Brilil. Я уже показывала конкретно этот шампунь в пустых баночках, правда, там именно конкретно маленькая была баночка. После того, как я попользовалась маленькой, я решила купить уже себе такой вот профессиональный размер, потому что мне этот шампунь очень тоже понравился. Это серия с гиалуроновой кислотой, золотая серия. Что хочу сказать. В маленькой баночке у меня почему-то такое параноидальное впечатление, что в маленькой баночке шампунь более качественный был. Я не знаю, может быть, он вызвал какое-то привыкание у меня на волосах, я не знаю, в чем конкретно проблема, но вот в этой баночке я не могу сказать, что он плохой, но мне кажется, что он чуть-чуть хуже. Поэтому, если будете покупать, то я вам все-таки советую маленькую баночку купить. Этот шампунь мылится отлично. Вот сейчас я им пользуюсь тогда, когда мне не хочется играться с шампунями, долго их там размыливать, как-то там, в общем-то, долго этому посвящать время. Вот это конкретно там чук-чук-чук, пару помп себе в руку быстренько выдавил, нанес на волосы, две минуты, и, в общем-то, уже все готово. До сих пор я им пользуюсь. Очень тоже неплохой такой шампунь. Что касается маски, тоже золотая серия, вот такая маску я бы не рекомендовала. Вот я вам честно скажу, что лучше возьмите себе вот такого вот рода бальзам. Он намного более какой-то люксовый по ощущениям. Вот действительно, другого слова даже подобрать я не могу. Реально такой вот как люксовый бальзам. И в брелил конкретно он вот такой, более никакой, знаете, более похожий на абсолютно стандартный, типичный, вот дешевый бальзам для волос. Вот это же мне средство намного больше понравилось. И что касается еще дополнительного ухода, я также приблизительно раз в неделю, может быть раз в полторы недели, как там уже получается по времени, обязательно наношу маску. Самая лучшая маска, которой я когда-либо пользовалась, была от Marocca Noil. Я уже, в принципе, об этом рассказывала, что в целом уход Marocca Noil, это был, наверное, переломный момент с моими волосами. До того, как я пользовалась Marocca Noil, волосы у меня, ну я не могла ничем абсолютно похвастаться, и из вас никто не замечал и не комментировал, что у меня там какие-то волосы особенные. После того, как я начала пользоваться Marocca Noil, у меня волосы очень сильно преобразились. И я уже рассказывала, что мне в Marocca Noil нравится все, абсолютно вся линейка. И шампунь, и бальзам, и маска, и масло, вот все мне нравится просто. Я пользовалась шампунем и бальзамом для объема, маска у меня была восстанавливающая. Вот что касается конкретно вот этой маски, она просто феноменальная. Вот реально обалденная просто маска, ее очень мало нужно держать в волосах, но в то же время настолько быстро эффект наступает. Я не знаю, Marocca Noil очень многие ругают, потому что да, по составу там есть силиконы, но я не знаю почему, но она реально очень сильно преображает. И вот после того ухода, вот после того переломного момента, я уже начала и другими средствами пользоваться, но в то же время волосы все равно у меня выглядят все лучше, и лучше, и лучше, и лучше. То есть вот как будто я запустила в Marocca Noil какой-то процесс, и после этого волосы мои пошли вот просто в гору по именно своему качеству. Поэтому сразу вам говорю, если у вас есть возможность, обязательно попробуйте Marocca Noil. Кстати, Marocca Noil сейчас появился на сайте Beauty Joint. Через мой проект Simple можно покупать эти продукты с 20% скидкой. Ссылка, кстати, на все товары, о которых я сегодня буду рассказывать, ссылки я всегда описываю внизу, поэтому заходите, смотрите, в общем-то выбирайте, если вам что-то понравилось. Что касается маски, которой я пользуюсь конкретно сейчас, то это вот такая вот маска от компании Raffine, наверное, она называется, крем-маска для волос. И чем конкретно меня заинтересовала эта маска, так это своим составом, потому что состав здесь на 100% натуральный. Вот сейчас вот прочитаю. Маслаши, пальмовое, кокосовое, касторовое, кунжутное, репейное, эфирное масло и ланг-иланга. Все, больше здесь вот по заявленному составу ничего нет. По консистенции эта маска вот такая вот в суфле, и она именно очень такую приятную консистенцию имеет, то есть когда ее набираешь, она реально вот как в суфле вот ощущается. Единственная проблема, скажем так, этой маски, и опять-таки эта проблема в кавычках, это то, что из-за высокого содержания масел она очень сложно вымывается с волос. И вот здесь вот даже в применении написано, что вам нужно ее нанести, достаточно долго с ней нужно ходить, там порядка получаса, то и больше, то есть из-за того, что здесь масла, чем больше вы будете ходить, тем больше вы, соответственно, получите результатов. Здесь нет силиконов, которые мгновенно делают какой-то видимый эффект, здесь конкретно все базируется на маслах. Так вот, ее вымыть из волос очень сложно, и конкретно даже здесь написано, что эту маску нужно смывать шампунем. Для меня это было удивлением, потому что я еще ни разу не пользовалась никакими масками, которые нужно потом вымывать шампунем. Но я поняла, о чем речь, когда я первый раз им попользовалась. Очень-очень жирные волосы, вот просто очень сильно жирные волосы. Такое впечатление, что я в чан с маслом просто их засунула, и если не пользоваться шампунем, то волосы будут дико просто слипшимися, дико, я не знаю, склеенными, и выглядеть это будет ужасно. Но, когда я смываю эту маску, я, кстати, ее очень классно смывать вот такими вот средствами, то есть неорганикой, которая и без того плохо мылится, а именно такими обычными, типичными шампунями. Вот для меня вот этот шампунь отлично вымывает эту маску. И вы знаете, я ей пользовалась не очень много раз, вот где-то, наверное, раза 3-4 я ей пользовалась. Но мне нравится эффект, который она после себя оставляет. Вот у нее нет, да, вот такого вот мгновенного эффекта, вот как у Золушки, да, превратилась сразу в красавицу. Из-за того, что здесь масло, оно имеет такой вот скорее накопительный эффект. Я бы вот так вот как-то описала эту маску. Дальше. На маске у меня тоже все не заканчивается. Последний этап, это я уже вытираю волосы полотенцем. И, кстати говоря, вот так вот вытирать ни в коем случае нельзя. Промакивайте осторожно волосы полотенцем. И после этого я наношу еще какой-то несмываемый уход. Самый-самый мой любимый, обожаемый, это масло Marocco Noil. Оно у меня, к сожалению, закончилось. В пустых баночках недавно я его показывала. Пока еще новый не купила. Практически наравне с ним, немножко ниже, я бы сказала, мне понравился Керастаз Эликсир Ультим крем. Тоже очень хорошее средство. И практически вот с маслом Marocco Noil, я бы сказала, они где-то рядом ходят. То есть, если для вас проще купить Керастаз, то я бы за Marocco Noil не гонялась. Если вы можете купить Marocco Noil, и вам он подходит по цене, то я бы тогда советовала Marocco Noil. Чем сейчас я пользуюсь? Потому что у меня и то, и другое средство у меня, к сожалению, закончились. Сейчас у меня в обиходе осталось вот такое вот масло от Гош. Это кокосовое масло, увлажняющее. Что могу сказать по поводу этого масла? Ой, запах у него просто потрясающий. Я вообще кокосовый запах обожаю. А это именно такой вот приятный кокос. Не химозный какой-то противный, а именно такой приятный-приятный. Я когда пользуюсь этим средством и сразу выхожу на улицу, у меня все спрашивают, что это у меня за парфюм. Но да, пахнет он просто божественно. Но, но, но у него есть один конкретный недостаток. Даже учитывая то, что у меня очень сухие волосы, вот эта штука может все-таки сделать их достаточно жирными. Я использую максимум одну капельку, растираю хорошо вот так вот между ладошками, и вот буквально только на конце его использую. Если вот я поднимусь немножко выше, все, волосы у меня сразу станут достаточно жирными. Ну, не могу сказать, что прям жирными-жирными, но вот будет видно, как будто такая, знаете, не свежая уже голова. Вот, поэтому как бы, как только я его допользую, потому что хочется уже допользовать, достаточно давно он у меня уже в обиходе, там где-то, наверное, половинка осталась. Я думаю, что я куплю либо керастаз, либо морока нойл, что-то из этого, потому что это потрясающие просто средства для волос. Ну и вообще, конечно, не самое последнее место в виде моих волос занимает укладка, потому что, когда я волосы вообще никак не укладывала, я имею в виду горячими какими-то приборами, они выглядели все равно, ну, скажем так, не было такого вот именно дорогого вида волос. Как только я начала укладывать, и как только я начала, научилась, вернее, укладывать свои волосы, они тоже очень сильно преобразились и начали выглядеть намного более как-то ухоженно, и в целом вид стал намного более ухоженным. Что касается моей повседневной укладки, я уже делала на эту тему отдельное видео, я обязательно вам оставлю ссылку и здесь вы сможете нажать сейчас, и внизу в описании я вам оставлю ссылку. Посмотрите, там вообще все очень просто, я могу уложить волосы сейчас буквально за 2 минуты максимум, и при этом выглядят они очень эффектно. И на этом, наверное, я уже буду заканчивать это видео, надеюсь, что оно вам понравилось, если какие-то вопросы у вас остались, обязательно задавайте их внизу, я постаралась максимально просто все охватить сразу, но если вдруг что-то вас еще интересует, спрашивайте, я обязательно вам отвечу. Обязательно поставьте палец вверх, если вам понравилось это видео, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Сегодня мы с вами будем готовить очень необычное блюдо, которое готовится очень быстро, очень просто. Я вам покажу рецепт пюре, но не из картошки, а из цветной капусты. А поэтому я решила продолжить эту серию, и рассказать вам еще немножко о разных ошибках, которые я встречаю ежедневно практически на разных девушках, и, возможно, вы также делаете эти ошибки, и даже не задумываетесь о том, что их можно исправить, и таким образом улучшить ваш макияж. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok